Откуда деньги на партию? Сколько? Я не знаю, сколько, скажите, сколько. Не, ну как вы думаете? Я не знаю. Сколько, когда говорят, откуда деньги, это еще один миф. Денег немного пока на партию. Собираем мы их, не могу сказать, что с большим трудом. Вот, скорее мы чаще отказываем, чем принимаем поддержку. Как только мы будем зарегистрированы, эта поддержка будет публично продемонстрирована. Хотя, я повторяюсь, очень хотелось бы использовать для сбора средств те инструменты краудфандинговые, которые используются партией ПАС. Они очень инновационные, и нам они очень нравятся. Партийная политэкономия, Наталья, не очень затратная. Себестоимость политического процесса, если речь идет не о политике, как о способе заработка. Ну, несите мне деньги, мне бабки нужно собрать в парламент. Вот тут нам, для партии. Что для партии? Что для партии нужно? СМИ своих мы не собираемся иметь. Это бессмысленная история 21 века. Ну, сайт будет какой-то. Сегодня есть социальные сети, которые при очень небольшом и правильно акцентированном финансировании позволяют довести твой сигнал, твою позицию куда угодно. Создаются партийные организации в регионах. Что партийные организации? Офис. А что офис? Офис, он что? Аренда офиса, к примеру. Одна машина. Зачем? Бензин. Ну, чтобы ездить по региону. Ну, смотрите. Ну, или какие-то расходы. Смотрите, нет, я сейчас не знаю. Кто сейчас финансирует партию? Есть бизнесмен? Конечно. Конечно. Ну, а как же. Я не бизнесмен, у меня денег нет. Я библиотекарь. Насколько крупные? Готовы назвать кого-то? Нет, никого. Почему? Нет, потому что партия не зарегистрирована. Эти люди будут.